Легенды и сказки про великанов, людей огромного роста, можно найти у многих древних народов. Истории про великанов, претендующие на достоверность и рассказанные путешественниками или летописцами, встречаются куда реже и тем ценнее эти свидетельства. Согласно этим записям, когда-то, многие сотни лет назад, на территории Северного Урала и Сибири, можно было встретить людей необычайно высокого роста. Причем это не были отдельные случаи физических аномалий, то есть гигантизма, которые встречаются иногда и в наше время. Так почему же современная историческая наука скрывала от нас эти факты? И где на территории России проживали великаны? Именно об этом сегодняшнее видео. Одно из документальных свидетельств о русском великане принадлежит Ахмеду Ибн Фадлану, который вместе с посольством багдадского халифа посетил царя волжских булгар, проехав перед тем и по русским владениям. Книга, описанная Ибн Фадланом, бесценный источник по истории дохристианской Руси, включая Приуралье. Но интересующий нас отрывок из нее обычно стыдливо замалчивается. А рассказывается в нем не больше не меньше, как об Исполине, проживавшем в окрестностях булгарской столицы. Арабский путешественник поведал о том, как еще находясь в Багдаде, он слышал от одного пленного тюрка, что при ставке владыки булгарского царства содержится в неволе один Исполин. Человек чрезвычайно огромного телосложения. Когда посольство прибыло на Волгу, Ибн Фадлан попросил царя показать гиганта. К сожалению, великана не так давно до визита умертвили из-за буйного и злобного характера. Как рассказывали очевидцы, от одного взгляда исполинского существа дети падали в обморок. Одичавший великан был пойман далеко на севере в стране Вису и доставлен в столицу Волжской Булгарии. Его держали за городом, прикованным цепью к огромному дереву. Здесь же и удавили. Ибн Фадлану показали останки. И я видел, что голова его огромна. И вот ребра его подобны самым большим сухим плодовитым веткам пальм. И в таком же роде кости его голеней. И обе его локтевые кости. Я изумился этому и удалился. Между прочим, есть сведения, относящиеся к концу XIX века. При вскрытии одного из могильников в Поволжье, там был обнаружен скелет гигантского человека. Сведения содержатся и в другом свидетельстве, которое можно найти в книге с поэтическим названием «Подарок умам и выборки диковинок». Она принадлежит перу другого арабского путешественника, ученого и богослова Абу-Хамида Алгарнати. Спустя более 100 лет после Ибн Фадлана, он также посетил столицу Волжской Булгарии. И встретил там такого же великана, но только живого. И даже разговаривал с ним. Вот что он пишет. А я видел в Булгарии в 530 году высокого человека из потомков Адитов, рост которого больше семи локтей, по имени Данке. Он брал лошадь под мышку, как человек берет маленького ягненка. А сила у него была такая, что он ломал рукой голень лошади и разрывал мясо и жилы, как другие рвут зелень. А правитель Булгара изготовил ему кольчугу, которую возили в повозке, а шлем для его головы как будто котел. Когда случалось сражение, он сражался дубиной из дуба, которую держал в руке, как палку. Но если бы ударил ею слона, то убил бы его. И был он добрым, скромным, когда встречался со мной. То приветствовал меня и здоровался со мной почтительно. Хотя моя голова не доставала ему до пояс. Да помилует его Аллах. Похожие сведения сохранились и в скандинавских источниках. Они касаются набегов варягов в отдаленные районы Русского Севера. Здесь неутомимые разбойники-землепроходцы неоднократно сталкивались с племенами исполинов. Причем как обычных великанов мужского пола, так и племен, состоящих исключительно из женских особей. Так сказать, амазонок-великанш. Спустя некоторое время примерно такую же картину описывал датский историк-хронист Саксон Гараматик. В Карелии также много легенд о великанах. Как утверждает в своей книге «Таинственный мир Карелии» Алексей Михайлович Попов, во время ряда экспедиционных поездок в конце 2000-х годов ему довелось обнаружить целый остров, на котором в далеком прошлом жило племя исполинов. По словам исследователя, на территории Карелии и Финляндии до наших дней сохранилось большое количество археологических памятников, подтверждающих существование великанов. Поводом для изыскательских работ стали легенды об острове Асканлахте, что в переводе на русский означает «залив Олба». Данный участок суши входит в Кельпольский архипелаг Ладожского озера, состоящий из примерно 40 островов. В древности люди не селились в этих местах, утверждая, что на островах живет племя великанов. Действительно, когда Попов и члены его экспедиции высадились на Охсанлахте, то обнаружили остатки монументальных сооружений и загробных валунов, которые обычные люди поднять никогда бы не смогли. В то же время местные охотники рассказывали путешественнику, что не раз встречали в этих местах человеческие кости непропорционально больших размеров. В наши дни остров давно не обитаем. Самое интересное, что в Карелии и сегодня расположено большое количество курганов, считающихся захоронениями людей гигантского роста. Археологи их пока не исследовали, в связи с чем при раскопках данных могильников ученых могут ждать сенсационные открытия. Кстати, в данном регионе планеты, согласно древним летописям, в древние времена жили племена адагитов, весси, метилеляйнинов и мункелайнинов, каждая из которых являлась самостоятельной ветвью народа великанов. До революции в Карелии существовало немало письменных источников, описывающих жизнь племен исполинов. Но затем практически все они были уничтожены. Правда, сохранились описания карельских великанов в скандинавских летописях. В частности, в истории датского короля Христиана IV за 1601 год прямо говорится. «Был некогда в Карелии и во всей карельской земле великан по имени Валид, и посажен был тот Валид на карельское владение от новгородских посадников. Он сам собою был велик, радный человек и кратенеобычайный охотник. Однажды во славу свою принесший с берегу своими руками положил камень, и в вышину от земли есть и ныне больше косой сажени. Тот камень по сей час слывет Валидов камень». Неудивительно, что в глубокой древности Белое море именовалось Гандвиком, что в переводе означает «залив чудовищ». Считается, что данное название было дано региону из-за обитавших здесь великанов. Даже знаменитый датский историк-саксон Грамматик в своих работах утверждал, гиганты теперь удалились в те пустыни, которые лежат по ту сторону Гандвика, на север от Норвегии. Возникает вопрос, куда исчезли данные существа? Ответ прост. Согласно легендам, великаны были миролюбивы, но из-за своего роста вызывали страх у местных племен. Поскольку великаны были немногочисленны, часть из них была истреблена, а остальные, уходя все дальше на север, вымерли из-за суровых природных условий. Самое интересное, что и Библия нам говорит о том, что в незапамятные времена на земле жили гиганты. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать. В другом месте Библии приведено донесение разведчиков, посланных Моисеем в Палестину. Там видели мы и исполинов от исполинского рода, и мы были перед ними как саранча. Расчеты показывают, что обычный человек показался бы саранчо-великану ростом более 50 метров. Новые находки могут нести в себе неслыханные тайны, изучение древних сообщений может во многом дополнить и даже изменить уже устоявшиеся исторические реалии. Так, например, вопрос о возможности существования на земле великанов наука относит к области легенд и мифов. Однако справедливо заметил в своей книге «Древняя Русь», изданной в Москве в 1996 году, крупнейший российский историк Георгий Вернанский, «Следы древней исторической основы» могут быть легко обнаружены под мифологическим покровом. Вопрос о возможном существовании великанов не так прост, как кажется на первый взгляд. Согласно концепции мировой истории вавилонянина Бероса, земля в доисторические допотопные времена была населена гигантами, сосуществовавшими с человечеством. Собственно, о том же и повествует Ветхозаветная книга Бытия. Сначала исполины были добрые и славные, если вспомнить о них слова, например, той же Библии. Но постепенно они деградировали и стали угнетать людей. Бог за грехи и злобу затмевал им разум, а под конец решил истребить их, наслав на землю воды потопа. Погибли все, кроме праведника Ноя и его семейства. От них-то и начался, согласно Библии, новый виток человеческой истории. В уже послепотопное время сведения о великанах стали поступать со всех концов света. Живое народное предание во всей Финляндии и некоторых уголках Карелии приписывает принадлежность кое-где сохранившимся еще могильным каменным грудам и курганам, нефинскому народу, населявшему в древнее время всю Финляндию, северную часть Скандинавии и даже Карелию, на нынешних территориях Кемской и Оланецкой губерний. Все большее число современных ученых не исключает существование на Земле расы великанов в далеком историческом прошлом. Известный российский биолог Александр Белов считает, что изначально человечество выглядело несколько иначе, чем мы. Мировые мифы изобилуют великанами. Мифы о Золотом веке, богатырях и могучих исполинах звучат в унисон с этим предположением. Возможно, что цепочки, состоящие из мегалитов гигантских костей великанов, отпечатки их следов в древних отложениях и мифы об исполинах тянутся к современному человеку из глубокой древности. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Свое мнение обязательно пишите в комментариях. Также ставьте пальцы вверх, если видео заставило вас задуматься. Поделитесь им со своими единомышленниками. И, конечно же, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!